Друзья, всем привет! Сейчас поговорим о Беларуси, Лукашенко. Это важный будет стрим. Лукашенко очень не хочет вступать в войну, как его не давит Путин. Ну и вообще, что там уже настоящее партизанское движение развернулось. И о том, что ждет режим Лукашенко. Сейчас обо всем подробней. А вы подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Нас уже 522 тысячи. Еще немного будет 600 тысяч. Здесь самая актуальная информация. Я здесь делаю стримы, в которых мы разбираем ситуацию. Всегда точно. В общем, друзья, здесь обязательно нужно быть. Присоединяйтесь. Итак, поехали. Какие у нас важные новости? Путину очень важно втянуть беларусов в войну. Сейчас расскажу и почему, и в чем его там был замысел. И по данным источников, собственно говоря, Лукашенко пообещал ему вступить в войну 21 марта. Но, как вы видите, что-то пошло не так. Так, наступило уже и 22 марта, а войну Лукашенко не вступает. Потому что он смертельно этого боится. И правильно делает. Он не настолько еще сошел с ума полностью, как Путин. Конечно, тоже старый безумный дед. Но тот уже вообще в потустороннем мире. А этот еще немножко в этом мире. И поэтому он понимает, чем это закончится. А в чем же замысел Путина? А замысел Путина это, чтобы беларусы атаковали через Волынь на Львов, чтобы прервать сообщения Украины с Европой, поставки оружия, помощи и так далее. Ну, это вообще очень смешной план. Они не знают, видимо, где появилась УПА. Собственно говоря, на Волыне. Там оккупанты не пройдут и 100 километров. Там же все в этих болотах и навсегда и останутся. В этом как раз сомнений, друзья, нет. Я очень хорошо знаю там местные и края, и местных людей. Ну, в их-то больной голове гладко было на бумаге. Помните, да, но забыли про овраги. Вот в их больной голове это все укладывается. Ну, а Лукашенко всячески от этого петляет. Ну, и тут ему уже и мы помогаем в миру сил. И, друзья, беларусские партизаны. Потому что, да, в Беларуси развернулось партизанское движение. Как тогда, 80 лет назад, против нацистов, так и теперь. Только тогда были немецкие нацисты, а теперь российские нацисты, расисты. И беларусы уже организовались. И, как обычно, что главная цель партизанского движения? Правильно, железная дорога. И поэтому там нарушается ее работа сегодня с помощью, в том числе, компьютерных систем. Также, где надо, даже разрушаются переходы, стрелки. В общем, все для того, чтобы беларусская железная дорога не могла выполнить команду, подвести войска, технику и прочие, снаряды, границы с Украиной и бросить это в бой. Вот об этом вчера, например, рассказал в рамках конференции Калиновского. Я, кстати, в ней тоже выступал в Вильнюсе. Ну, естественно, онлайн. Я нахожусь в Киеве. Но выступал онлайн. Там англоязычное есть видео. Кидайте своим англоязычным друзьям. Это видео, оно есть на моем YouTube-канале. Чтобы они узнали ситуацию в Украине. В общем, а там же еще выступал и Франок Вечерко, глава штаба Светланы Тихановской. Вот что он рассказал про партизанское движение. Послушайте. Управляют активно. Каждый день что-то происходит. Известные действия беларусских железнодорожников. Более 15 разных акций в разных формах прошли от начала войны. Пару дней назад это была акция. Детали, которые не разглашаются именно на границе с Украиной, чтобы российские войска не могли поставлять и технику, и провиант военным, которые уже оккупировали украинскую территорию. Но похожие акции произошли и в крупных городах, и на железнодорожных перешейках. Также проходят акции с разбросом и информированием военных, военных частей, солдатских матерей. Работает такая огромная сеть самиздата, которая разбрасывает концентрированную информацию в тех районах, где проживают военные. Ну вот так. А сама Светлана Тихановская обратилась к белорусским военным. О том, что не вздумайте вступить в войну, что Лукашенко нелегитимный, не имеет права отдать такой приказ. И она очень правильно сказала слова. Послушайте Светлану Тихановскую, которая, конечно, тогда выиграла на выборах президента, а Лукашенко просто эту победу украл. Послушайте. Нам поступает информация о возможном вторжении войск Беларуси в Украину. И поэтому я обращаюсь к белорусским военнослужащим. Мы знаем, что большинство из вас также против войны с Украиной. Не дайте вооруженным силам Беларуси окончательно утратить доверие и уважение белорусов. Также я обращаюсь к матерям и женам военных. Сделайте все, чтобы ваши сыновья и мужья вернулись домой. Ну вот, собственно говоря, здесь и не добавишь. Одно могу добавить. Белорусские военные. Что вы смотрите на этого таракана? Сносите его уже к чертовой матери. И вот, собственно говоря, и все. Если он еще, не дай бог, решит вас кинуть в Украину, так сразу идите в Минск и сносите его. Но это понял уже, друзья, и Путин, что Лукашенко совершенно хочет отпетлять отчаянно от всей этой истории. И поэтому он задумался о том, чтобы уже насильственно Лукашенко убрать. И подготовить там переворот, ну агентуры у него там полно. И Лукашенко это тоже понимает. Ну, в общем, пауки в банке грызутся страшно. Конец их один, и мы знаем, каким этот конец будет. В этом, друзья, у нас нет никаких сомнений. Ну и Лукашенко, чтобы хоть как-то от всего этого отпетлять, значит, дал интервью японскому телевидению, в котором вообще уже сказал, что Белоруссия и Россия, это уже практически одна страна. Понимаете, вот так вот мы и не заметили, когда аншлюз-то произошел. Послушайте его. Мы с Россией едины настолько, насколько Украину поддерживает Америка и Европейский Союз, в том числе и Япония. В общем, сябры, избавляйтесь от этого урода, который сейчас отдал вашу землю для того, чтобы убивать нас, украинцев. Сносите его к чертовой матери. А особенно, если он решит вступить в войну, так точно уже терять нечего, чем гибнуть у нас тут. Лучше снесите его один раз и живите свободно. И выкидывайте всю эту шваль из своей страны. И идемте вместе в Европу. Вот, собственно говоря, что мы должны с вами сделать. И я уверен, что этот день обязательно наступит. Друзья, держим строй. Ну а русский военный корабль, вы знаете, куда ему идти. Продолжение следует...